Приветствую! Скоро Новый Год и для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, это означает новый размер минимальной заработной платы, новая ставка ЕСВ и единого налога, а также новые граничные доходы для пребывания на той либо иной группе единого налога. Вот с этими цифрами мы сейчас быстренько с вами и разберемся. Итак, первый главный базовый показатель для нас это, конечно же, минимальная зарплата. И на 1 января 2023 года она будет составлять 6700 гривен. И в течение года она меняться не будет, исходя из того, что написано в законе о государственном бюджете Украины. Соответственно, не будет меняться и ЕСВ, который будет составлять на протяжении всего года 1474 гривны. Прожиточный минимум на 1 января 2023 года будет составлять 2684 гривны. Имеется в виду прожиточный минимум для трудоспособного лица, который и учитывается для, соответственно, ставок единого налога. Соответственно, для первой группы единый налог будет составлять 268 гривен 40 копеек. Для второй группы единый налог будет составлять 1340 гривен, что составляет 20% от минимальной заработной платы. Для третьей же группы никто этого пока не знает, какой будет единый налог. Потому что, как мы с вами знаем, у нас стандартная ставка 5% либо 3% плюс 20% НДС. Но в условиях военного времени у нас есть нововведение. Мы знаем, что есть возможность перейти на ставку 2%. С другой стороны, сейчас уже говорят о том, что вот эту ставку 2% вот-вот отменят. Когда это произойдет, мы, конечно же, с вами предположить даже пока не можем. Соответственно, пока она остается 2%. Идем дальше. Лимиты для пребывания на едином налоге. Первая группа. Лимит остается в минимальных зарплатах, как и для всех остальных групп тот же самый. И для первой группы он составляет 167 минимальных зарплат, что в свою очередь будет составлять 1 118 900 гривен. Для второй группы лимит установлен в 834 минимальных зарплаты, что в гривневом эквиваленте составляет 5 587 800 гривен. Для третьей же группы лимит установлен в 1167 минимальных зарплат, что составляет 7 818 900 гривен. Но, как мы знаем, для третьей группы есть свои особенности. И какой будет опять же лимит, будем смотреть. Но пока для третьей группы все остается по-прежнему в том плане, что на период военного положения вот этот лимит, он не работает. Вот такими будут лимиты в 2023 году для ФОП. Друзья, я вам безусловно желаю удачи в бизнесе, желаю благополучия вашей семье и, конечно же, мира. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok